Смотрите, дерево обвязано. Как вы поняли, мы на выходных всегда выезжаем куда-то ближе к природе, в ресторан. Смотрите, как тут миленько. Это Белик-Кизу. Там есть детская площадка и тенё. У нас почти 40 с жарами. И вот, кстати, как бы как пляж. Вот есть. Антрикот я заказала. Вот он, спуск есть в воду. Ну, вот просто люди купаются. Тут просто релакс полный, конечно. Там ещё и на фоне музыка турецкая. Напоминаю, что это Белик-Кизу. Ну, я тусуюсь, конечно же, частенько на детских площадках. Где ещё? Хорошо, что тут площадка в тени, не нагревается. Вообще супер. И тут никого нету. Вот один мальчик носится. Можно ребёнка спокойно отпустить и не следить за ним сильно. Ну, такого большенького я имею в виду. Смотрите, Назар Банджук дерева. Сейчас покажу вам. Вот такой декор. Просто дерево старое покрасили. Все они нас весили Назара. Ничего это особо не значит. Просто такое часто встречается. Такой декор. Не думайте, что там Назара с глазом. Что-то это значит. Просто, в основном, это больше традициональное решение. Кому питанию. С мангалом. Когда вы делаете заказ, вы можете... Вам принесут туда, под эту решётку, угли горячие. И вы в его щитце лежат. Можете заказывать там мясо, котлеты, что хотите, рыбу. И жарите сами, самостоятельно. Осторожно, нельзя трогать. Это может быть горячим. Вот эта штука нагревается. Знаете, как в Китае, когда супы сами варите. В Азии, я имею в виду. Не только в Китае. Вот такая же система. Тут попрошёшь на ком. Это называется Мангал. Мангал ресторан. И вот там внутри есть холодильник. Вот как Батыгарден называется. Ну, заняты качели. Подожди. Надо было прошляпывать. Надо было качаться, как я предлагала. Короче говоря, там в ресторане есть холодильник. Заготовки, там мясные котлеты и всякое такое. Курочка маринованная. И вы можете заказать, вам уже пожарят внутри. Или вот если тащитесь по мангалу, вот на таком столе самому можно пожарить. Из еды у нас салат. Это салат для меня. Руссалат, это типа оливье, но это ни разу не наше. Это мужик, шакшука. Это жареные помидоры, перчики с йогуртом, со специями. Как ты аппетитно жуешь, дочка? Моя порция шницель, рис, картошка, шницель огромный. Но вот это вот, ну лучше бы или овощи для меня, конечно. Но поэтому я и не салат. Я не люблю, мама. Что ты, перчик? Нет. Ну, не ешь. Котлетку любишь? Папа любит. Папа любит. Ну, папа тебя заберет. Ну да, забирай, папа. Сейчас. Оливку тебе дали. Ему моллюска. Моллюск? Это не моллюск, это перец бог. Сиди моллюска. Угу. Не кушай. Угу. 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 Короче, товарищи, ресторан я по еде вам не советую. Мне не понравилось. Мясо более-менее вкусное было, но не очень. Угу. Еще какой-то не соленый, не все разное. Каспер суп. Угу. Угу. Короче, повкуснее гораздо. Угу. Только вот здесь, наверное, хорошо попить чопиёк, отдохнуть. Угу. Тут люди на пляж проходят. Угу. Вот здесь вот проход на пляж. Вот за этим забором. Тут такой мини общественный пляж. Так что, ну не очень, короче, прям ехать кушать здесь нет. Посидеть, просто почилить, попить кофе, вообще супер. Вы поеде не рассчитываете особо. Чуваки идут ловить птичку. О, попугай. Попугай, да. На дереве сидит, вон он, зелка смотрит. Улетели. Вон он, зелка смотрит. Вон он полетел, желтый птичка. Откуда взялся этот птичка? Он, кстати, из домашнего смысла, из зоомагазина, не в природе. Поймали. 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 А вон они сюда. Поймали. 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 Я вам обещала снять видео, показать нектар, который я покупаю просто в маркете обычно. То есть, маркет это не сетевый магазин. Бокалы очень называют. То есть, это под домом где-то, это частный магазинчик небольшой, где есть обычно все продукты. Ну, то есть, продукт питания, бытовая химчистика, всякое такое. В общем, когда вы вбегаете из подъезда, по-быстренькому надо что-то купить. Вот два таких, кстати, все тут по-немецки написано. Это фаннер фирмы называется. Фирма иностранная. Здесь один литр. Малина и смородина. Это настоящий такой смородина и малина вкусом морсик. Если бы вы его дома, может, сами сделали с ягод. Но найти, например, малину я здесь нахожу только в замороженном виде, либо в супермаркетах она есть. Здесь, как видите, все на разных иностранных языках. И наклейка приклеена на турецком языке. Да, здесь много сахара 12 грамм. Потому что, если бы не было сахара, он еще как консервант идет. И на самом-то деле это бы все было очень кислое. Потому что малина сам по себе кисловатая. И смородина тоже. Но на вкус, когда вы пьете этого сахара, они так много. Сейчас найдем здесь где-то по калорийности. Господи, что тут? Это тоже наклеечка есть. А вот в этом 11 грамм сахара в смородичном. Так, производство. Так, это Истамбул куда? А, вот Австрия производство. Это адрес в Истамбуле. Если у вас какие-то нарицания по поводу качества, продажам и все такое. На русском языке здесь нет. Но здесь есть вроде бы на польском. Видите, как много всяких языков. И он очень похож на бельгийский язык. Вот по-русски как будто бы написано. Да, все можно в принципе понять. Ну там и на английском есть, пожалуйста. На турецком, в принципе, вот сокращенки. Здесь ингредиенты. Посмотрим. Вода, сахар. Фруктовое пюре 9%. Яблочное пюре 8%. Концентрированный сок 3%. Сия хавуч. А что у нас бывает сия хавуч, что ли? Сия черная морковка. Как бы чего? Я не знала, что у нас есть черная морковка. Концентрат 0,35%. И это витамин С. Это лимонная кислота. Как это назвать слово? Забыла. Лимонная кислота идет как стабилизатор, который как срок годности увеличивает. Вы поняли, да? Слово забыло, с головой увеличило. Ну, короче, вот, пожалуйста. Кто увидит, это очень вкусно. Не сильно сладко. Настоящий такой морковник. Я покупаю, радуюсь в жизни. Мне очень-очень нравится. Это уже далеко не первый раз. И навсегда у нас в этом магазине, в котором я покупаю, есть. Там еще разный вкус. Есть манго, маракуйя, еще какие-то. Но я такие экзотические не очень люблю. Я их уже всю жизнь напилась, наелась этих фруктов. Для меня это не экзотика. А вот малинка и черная смородина для меня, как, знаете, по дому скучаешь, попил. Так вкусненько, так хорошо. Как будто дома побыл. Ребенок у меня тоже поэтому очень нравится. Но я бы не сказала, что мы прям, мы вообще, в принципе, пакетированные соки в тетропаках, все прочее, не покупаю я. Потому что там сахар добавленный. Но вот эти только вот исключение. Два вот этих продукта. Сейчас, потому что лето жарко, лед кидаешь, что-то в стаканчик. Этот холодный напиток очень хорошо освежает. Особенно смородина. Она такая немножко с кислицой идет. ОТС был